Я увидела в Телеграме, что набирается медиашкола на стримеров, на комментаторов. Я как увидела слово «стример» сразу все, решила, что пойду, потому что я очень с детства люблю игры, очень много смотрю всяких летсплеев и всегда хотела как-то этому больше времени уделять и более серьезно к этому отнестись. В первую очередь было интересно послушать новую информацию про стриминг, про комментаторство, в принципе, что здесь и давали, узнать какие-то основы, послушать опытных людей в этом плане, получить полезную информацию и, может быть, как-то ее использовать в будущем. Я прилетел сюда из Москвы за 9000 километров и готовил комментаторов. Это достаточно востребованная и очень интересная профессия. Я обучал, рассказывал, как все-таки правильно нужно себя вести, как правильно работать, как деньги зарабатывать, будучи комментатором. Я здесь для того, чтобы поделиться своими знаниями, которые я приобрел за 7 лет стриминга, как можно получить свою аудиторию, как правильно вести стримы, как их правильно настроить и увидеть уже на топах Твича именно этих ребят, которым я сегодня преподавал лекции. Мне очень понравилось ораторское искусство, смотивировало все наши задания, все наши занятия, больше общаться, больше вообще, в принципе, разговаривать с людьми и как-то больше уверенности придает это. И плюс подтянуло какую-то техническую часть, которую я не знала. Я такая, ОБС, очень странная штука. А Ваня очень все доступно объяснил и оказалось это намного легче, чем думалось в моей голове. Стриминг такая более свободная, такая интерактива с хобби, где ты можешь самостоятельно просто делиться своими эмоциями. И почему бы я не мог поделиться своими эмоциями и своими знаниями вместе с ребятами, с которыми сегодня я был лекции. Лично я был в школе комментаторов, и, как я считаю, это может пригодиться, в принципе, в повседневной жизни также, в различных публичных выступлениях, в учебной деятельности в том числе. Приглашенный спикер интересный. Мне понравилось, что он приводил много примеров и наравне с нами общался, отвечал много на вопросы, причем ответил емко и вполне понятно. Тем, кто меня слушал, было крайне интересно. Они подчеркнули для себя много полезной информации и в дальнейшем смогут это использовать для того, чтобы и освещать турниры, которые проходят в рамках университета, и зарабатывать себе на жизнь. Казалось бы, на первый взгляд, простым, но это вовсе не так, ремесло. И смогут раскрыть потенциал, смогут создать кадровый состав на Дальнем Востоке. Будем на это надеяться. Скоро будет лан-турнир в ДВФУ, поэтому планирую, естественно, применять то, что получил в данной школе. В принципе, это будет интересно, как минимум попробовать полученную информацию. И хочется, наверное, какого-то еще дальше продолжения и влиться вообще во всю эту сферу двухушную, киберспортивную, потому что я ей до этого особо не интересовалась. Оказалось, что она тут есть, и она проходит мимо меня, но надо туда как-то залетать. Продолжение следует...